а эта картина стояла в офисе у него то оригинальная картина этого мастера там нарисован короче ребенок как будто бы смотришь со стороны сидит ребеночек вот здесь возле ребенка так идет кошка окно но она нарисован так черный фон нам как квадрат такой окно шторочка и бабочки такие вверху не летают как это ну как бы это все как будто бы отдельные части сложены в одну картину то есть они не имеют как бы между собой никакой логической связи это же третий раз когда мне эта картина вот за последних несколько дней а первый раз я ее вдруг увидела я с ней тоже там работала я увидела этого художника который стоял и рисовал эту картину и он рисовал вот так вот как будто один вот такие делал красным по диагонали делал такие как краски мазки потом вот так потом вот так и получалось пересечение и он создавал портал а сегодня я когда работала в эфирном пространстве я увидела как этот слой верхней картины сшелушивается вот и под низом вот это но она уже не такое яркое было и увидела как этот голос так называемый как он себя назвал я просто увидел как рисует этот художник или у него из 3 из 3 глаза этот дух я так понимаю что вот это в начале мне сразу пришло в начале было слово или логос это морфогенетическая морфогенетический код эфирного пространства естественно что у антимира тоже есть свой логос то есть этот морфогенетический код этого пространства или по-другому дух но дух имеет очень широкая широкий спектр значения а это именно как основа больше как маркер вот это слово это же определенные вибрации тоже определенный набор энергии это это как сама суть сама суть которая все заряжается заражает и заряжает вот логос вот смотри ты зовешь вот этот дух искра жизни это как искра жизни можно сказать да это то что формирует индикация сама основа сама суть и я увидела как эта штуковина этот как энергия как змей вот это тоже библейский змей неспроста понимаешь как он в пространстве вот марк спит она так выползает и создает формирует такое как какой-то клуб я слышу шаблон такими черными энергиями чуть-чуть вот так вот я его там по прогоняла и он просто пополз как огромный этот как удав по ступенькам вниз я его выгнала из дому надо смотреть сейчас но это мы с марком тоже будем работать но это он если она есть в моем пространстве если мне это пришло значит у меня вопрос логический когда я к этой гадости подсоединилась впервые какое оно ко мне вообще имеет отношения и сегодня думаю боже мой это какой-то праздник просто мы же сколько слушая уже больше чем пять лет работаю и и это же добрался молодец ну что идем давай праздник посмотрим виктория ты в эфирном пространстве что ты видишь ну я себя пишу и дело себя я дала команду себе подниматься верхнее пространство вижу себя и слышу у ранее вижу ну давай все по порядку хорошо которые отсоединятся или считаешь их отсоединить хорошо это ряд соединить от всех и всего до насчет 3 найди в эфирном пространстве и эфирное тело виктория один-два-три да я вижу как ты выглядишь я вот показываю вот так пальцем выгляжу энергосфера правильной формы но вот здесь как будто посчитывается что мне чего-то не хватает как вакуум какой-то и я вот показываю вот здесь идет такой и там в секторе интерферентов я вот эту ранее которую видела она-то ее как будто бы кто-то вот так схватить такой как хвост змеи по третьей чакре она там находится в секторе магии я слышу действовать хотя я вижу просто какую-то черную энергию и вижу что вот так где правая нога здесь с этой стороны там как такой портальчик и вижу что обвивается такая черная энергия тоже по третьей чакре и как петля такая сектор интерферентов вот там где я видела что этом держит а там как спрут черный наша виктория отодвинь все эти ситуации а еще нужно посмотреть будет особенно какой-то как вот это я тебе говорила что уперлась как стену до над головой как вот это что-то твердое такое чувствую вот там где 7 чакра вот я рассматриваю там такая белая энергия тяжелая кто-то ее налил в секторе магии а гипноз хорошо виктория отодвините ситуации считает вы их верные днк или это кто-то закрывает мое лицо сейчас я приказываю убрать это вот связано с этой штукой с этим гипнозом она в этом уходит да это я спросил у тебя разрешение потрудиться с тобой для тебя я разрешаю и так вверх поднимаюсь хорошо кто вот это закрывал лицо и ему приказываю проявиться соответствии в эфир на днк появляется этот хвост и вижу что секторе магии я его вы так держу как змею такую и у него язык такой длинный как волна такая волна которая соединяет магию и сектор магии и сектор интерферента и вижу как это вот как я вас ну когда я работала в эфирном пространстве видела как у марка там создается вот так как запутывание такое я вижу что вот такое запутывание в моем пространстве на уровне правой ноги до колена тоже такая какая-то матрица как будто вот верь берешь ручка это чуть-чуть нарисовал запутывание до энергии да и вижу там еще один субъект это как тоже программа этого это паразитическая программа хорошо вот этот секторе магии кто находится связано с этим с этой змеей языком ему и приказываю проявиться соответствием физической днк появляется вот эта картина такой квадрат посередине такой красный портал открыт кто хозяин этого портала красной ему и приказываю проявиться соответствием эфирным днк идет как будто бы из глубины с нижнего портала выходит как многомерная сущность выходит как дедушка какой-то с палочкой а с горным длиной и он весь как поделен то есть как будто бы его раз размножили растиража растиража жира такое потом какие-то стеклянные копии и потом черный этот дух и я вижу как у него ноги и нога вся запутана вот так как возле моей ноги такие какие-то штучки а у него вот это все запутанно черные и поднимается это вся правая сторона и из третьего глаза вот из лба выходит это как змея этот дух и слышу логос так что это за дух я ему приказываю проявиться отвечать кто он такой слышу дух сатанизма именно не сатаны а сатанизма считывается культа сатаны дух культа сатаны а сатана считывается слова как противостояние антагонист двух противостояния да так то какое отношение виктория по отношению к тебе он идет по ментальной карте это дух я вижу что я вот так его как-то держу знаешь как змею из которой яд выдавливает но стаканчик только стаканов не видно а я вижу как я вот так держу это эту змею q и вот так как внизу ну вот так под ногами как бы от сектора магии к сектору и интерферентов вот так выдавливаю то есть держу и а она так я там как допускает да точно пускает яд такие эти так что это я делаю там да проси я слышу что это я разоблачаю и я вижу вот эту штуку в возле правой ноги она выглядит она считывается картина и вот так вот все запутано выглядит знаешь как рисует иногда физики как будто бы электронные вот эти как электрон вокруг атома бегают да вот эта штука черного но у меня статично вот так и я вижу там вот эту энергию слышу ранее я слышу разоблачаю уже несколько раз энергию ранее где она находится она нам много где находится а я вот так как бы вот здесь потом показываю где вот эта пустота где нет и вижу что ей там рот закрывают частица моя находится в секторе интерферентов и и вот так схватили за талию и рот закрывают чтобы она молчала так то это рот закрывает приказываем проявиться отвечать кто он такой появился глаз этого выглядела как черный какой-то дым спрут как дымный такой проявился внутри как будто нарисованный такой плоский глаз имеет отношение к гипнозу на физике вот я вижу снова этого человека который меня за гипнотизировал помнишь и рассказывал и вчера я тоже об этом вспоминала вот сейчас приказывай чтобы этот присоединил хозяину этого глаза проявиться соответствия эфирным днк зашипел вот этот дух да он в этом так зашипел сейчас я ему приказываю отвечать кто он кто он такой он из чьей-то сердечной чакры выходит а там что-то такое статичное стоит как будто бы разваливается на куски и падает назад на спину как будто бы ангел какой-то стоит а у него и сердечные чакры вот это вырывается и это ангел да да то есть из этого ангела но она еще дальше уходит этот ангел это не последняя точка антимира а кто этот ангел да сначала посмотрим кто этот ангел приказы ему называться появился какой-то как античный бог приказывает ему богу античному отвечать кто он такой говорит а полон вот я вижу ему так понятно тогда дальше посмотрим куда это давай хорошо давай посмотрим куда дальше тянется там есть как будто бы такой такая штучка между пространствами которая закрывается так крепко а потом так может открываться как будто бы знаешь как это фотоаппаратах раньше были такие затор ну вот это она разрывалась и открывала до зато а дальше там такое какое-то как черный шар пространство очень тяжелый она как на резинке вот так движется вверх низ 2 как дышит как будто не так это сейчас я закрою это все как закрою я вижу как энергии вот так пошли вовнутрь туда и я как стеклом это обволакивая просто считаю информацию там внутри находится глаз так что это за пространство там все черное запутано там такие как как будто в пещеру попал и там такие вот эти вот как запутано все как будто бы там обвал какой-то произошел ну да только очень крупная как будто стал бы такие огромные и это все считывается как дух а внутри там такое сияние какое-то я вижу что там так что это а там я вот это что меня держит она такое как будто бы я в глазу внутри где меня там вот так держит у ранее до потерянная вот это дух что это за дух это вот этот из ней логос давай посмотрим что это за логос давай посмотрим что это за логос я вижу что это как зеркальная копия вижу как это вот пространство на как-то по диагонали вот так я вижу что появляется этот художник который делает эскиз картины но он делает как бы дно я слышу то есть он делает вот объект мазки красной краской типа грунту и да да но он делает портал там а у них по из третьего глаза вот этот смей да это вся матрица там числа вот эти все так а вот этому художнику и приказываю проявиться как он выглядит на сегодняшний день если он воплощен приказываем проявиться согласно днк на наш но вот этот дедушка который там старенький с палочкой а я его спросила как его зовут а он говорит безликий потерянный и я вижу что в этом пространстве осталось только его я слышу пиксельная формула это копия а вся его душа может он умер короче он не не считывается как живой вся его душа находится там в секторе интерферентов да он полностью расформирован и и вот это его пожирают и он считывается как энергии ублюдок то есть он принес сам себя в жертву как на блюдечке хорошо виктория давай тогда соединить от этой ситуации поднимемся повыше да посмотрим ту ситуацию когда твоя вот эта частичка души уране попала в то пространство к духу что это было за события так и я вижу как я поднимаюсь в сектор будущего и в сектор прошлого он находится в одном месте в одной точке это в секторе первоисточника и я вижу как я стою и повернуто лицо но как сторону первого творца и какую-то огромную такую плиту кинула но как будто бы на стол положила но она упала тяжелая так что это за плита я вижу какой-то образец слышу образец о обе же его взяла и я вижу что я вот так посмотрела на то пространство которое разделено вот так и там это такая же штука которую я видела у марка как она формируется когда он спит в комнате и вот такая же вот это как круг такой чуть-чуть нарисованной возле ноги и возле права я слышу сейчас я и я это как бы положила это и вот держу вот так руками это очень важно я чувствую такую важность этого чего то что это это чего то что это такое она снова я слышу образ слышу образ будущего и вдруг я увидела это сейчас да увидела как я как у ранее такая большая поднялась еще так выше тоже как в сектор первого то есть по времени опять назад вижу как я рисую как я сижу и такой палочкой рисую я вижу что в моем детстве тоже такая была ситуация я ждала когда магазин откроют ну и сидела там там какой-то забор был и женщина опёрлась о забор так и что интересно марк он скульптор и он у него такая же скульптура есть как женщина стоит и забор опирается ну заборе на как стоит а и в моем детстве мне было десять лет как раз мона родилась тогда оксаночка и я на палочку взяла какую-то соломинку и на пыльной дороге с натуры нарисовала эту эту женщину которая там стояла и она у меня получилось так красиво но меня это не не ходила в школу я сама и себя это нарисовала что все и изумились я тогда тоже лепила из пластилина лепила разные породы собак и они у меня получались но как будто бы скульптор была как живые я вижу что эта ситуация была как бы спланирована не как бы а спланирована вот это я люблю говорить как бы а почему как бы я тебе объясню сейчас потому что я считываю из реальности с копии памяти поэтому это как копия потому что память имеет много копий разных в разных измерениях вот я вижу как я это планирую я слышу отдать свой дух с какой целью спросил себя ты планируешь отдать дух я слышу мы заключили контракт с кем контракт вот с этим духа давай посмотрим который этот контракт какие условия когда это произошло так что это было я бы я вижу что это было связано с воплощением появляется этот аполлон появляюсь я как нимфа слышу да у ранее и я вижу что там я стою с этим аполлоном и что интересно марк такой красивой и хорошо сложенной и я иногда говорю на него и он себя так и иногда когда мы смеяться шутим шутим говорит тоже аполлон только он любит шутить много и он говорит аполлон венерический но это не он сейчас я считаю кто это кто это полон этот странно я слышу муж моей жены а кто такая жена была воплощена и мужчины по моему давай посмотрим кто это за так муж нужен так что это за жена приказу этой жене проявиться жена это вот это схвачена я этим уране я муж это вот эти черные программы это вот этот черный дух и он в этом аполлоне а этот аполлон это аполлон но это не марк это другой человек а кто этот аполлон сейчас на физическом плане воплощен он да он воплощен я его вижу лицо он находится по отношению ко мне в секторе магии кто он такой приказываем называться кто на в этом воплощении я его знаю был у нас на сеансе у вас да понятно и у него тоже есть какая-то подружка считывается так он секторе магии находится по отношению к тебе и приказываем отвечать что он делает в твоем пространстве я вижу что у него изо рта выходит такая красная энергия такая же которой я это дух предательства слышу гарем и эти же энергии красные это скрытая агрессия это те же энергии которыми создавал портал этот художник в этой картине то есть он создавал портал для того чтобы поглощать живые души и это с целью предательства так что он делает в пространстве приказываем отвечать я вижу что во мне есть его энергия эти черные энергии этого духа вся его правая сторона почерневшая и от него в этом где вторая чакра вот такой как будто как фонтан считывается но это а он извиняюсь за выражение как будто бы шланг такой из которого вода льется и и он считывается как осеменитель такие что безобразного осеменитель а вот этого черной картины круглой которая вот это запутано этот клубок но он плоский клубок же такой а это просто как плоское изображение она считывается как картина картина двухмерного я слышу двухмерной жизни я вижу как он обнимает считывается гарем вот за талию всех с кем он был женат но эти любовницы и то есть программы предательства как будто бы это он основа как бы основоположник основоположник у меня с ним контракт с аполлоном вот его притянуло он даже приехал жить в тот город где я каждый день бываю 12 минут от моего города тогда мы посмотрим что это был сканта когда этот был контракт подписан что это было за событие что происходило я вижу как я вот так сверху из со стороны будущего вот так как вниз положила что-то и говорю я буду у ранее ну потому что у ранее это не мое духовное имя это имя то и личности которая родилась я слышу в безбрежном пространстве то есть пространстве где уже были нарушены границы разума и уже был внедрен этот дух и я вижу как понятно я вижу что через контакт с мужем у меня буквально я слышу по украине идет слово забрынила она по-русски можно перевести как вот так как как вибрации дрожание отторжение этого черного этих черных энергий в нем эти дух предательства потому что каждую жену он придавал ему нужно было играть роль роль верного с каждой из них и все он придавал каждую из них и я согласилась это так слышу поучаствовать в гареме так на каких условиях которые что в контракте каких условиях ты согласилась я вижу но слышу так и я вижу что вот это моя божественная душа она играет роль жены а вот это черная программа предательства и антимира этот дух он играет роль мужа то есть как бы во мне соединились эти две энергии да да я смотрю и потому что это если я согласилась пойти в этот антимир знаете женой многоженца то я я слышу так отрицаю своего мужа а мой к муж кто кто твой муж а а я слышу божественный дух любви он находится в секторе первоисточника это дух любви а вот этот дух он как дух зависти считывается дух зависти который породил ложь да так и есть и душ то дух зависти то есть это желание ограбить забрать то что тебе не принадлежит то есть это как а дух как начало лжи получается я думала что начало всего это ложь оказывается что вот этот дух зависти это как раз есть дух начало я слышу как преображение то есть начинает мир преображаться в смысле искажения он начинает получился в этой точке такой как вихрь начинается и начинается вот такое движение по диагонали вниз там где ментально по этим глазным кода нашим которые мы же часть вселенной поэтому мы считываем способна считывать истинное положение дел вот она вот там находится чудо отвлеклась куда-то улетела давай возвращайся векторе к этому контракту этим условием да я вижу как я вот так как будто взялась под руку с ним и вижу тот сон который я всегда видела который меня в детстве кошмаре это именно оттуда идет короче вот эти все ситуации негативные которые они все были подстроены они были все спланированы то есть антимир подстраивал но первоначально это было спланировано это как игра как шахматная игра каждый делает свой ход и если бы например не было бы этой картины возможно я бы и не добралась до этих глубин и эту вот роль это все разоплачить именно взял на себя марк моя родственная душа который давай посмотрим этот контракт что произошло на физическом плане в этот момент я вижу что это свадьба меня и аполлона а и мы как будто бы не люди не ходим а летаем так подпрыгиваем и полетели вот и такие легкие легкие а я получается как будто выхожу замуж за этого за эти черные программы они считываются как мой муж то есть если я приняла эти программы этого аполлона значит я он же мой муж значит я принимаю его программы как руководящие потому что муж глава жены и он руководит семьей эти программы соответственно хорошо я приказываю всем сторонам этого контракта проявиться соответственно эфирных днк стать по старшинству и стоит этот аполлон секторе интерферента и что-то во рту держит черное он как будто бы семечки берет и выплевывает я вижу что я слышу что он на многих посадил на иглу так что это за игла что имеется ввиду распространение духа вот этот дух завести он на как многомерная такая штуковина это как шар на который налепилась все нет это плоская с выглядит только как шар а она плоская как картина да это некий субъект объект во внешнем пространстве информационной как как зеркало как сгустка как формула ну или мы говорим символ символ управляет всем вот а вот он символ этот двухмерный знак который управляет трехмерным пространством а как это выглядит как шар да нет он выглядит сейчас я скажу он выглядит как шестиугольник только многомерный и его грани вот она вот так вот там есть такие вот как шестиугольник даже нет сейчас сейчас я один раз короче сверху маленькая полосочка как усеченная пирамида но свеченная пирамида подожди подошли то только сдвинута как будто бы ее вот так по центру есть ось . вот эта красная точка которая в картине в это есть который вы так сдвигали и получился типа такой вот этот запутанный запутанная эта штука которая возле ноги моей усеченная пирамида а где же ее вершины это шестиугольник как основания эта форма такая сверху а когда внутри то она состоит если вот разобрать то внутри как усеченная пирамида и потом она движется 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 и образует такие как плоские черные ну как плоские на те же шестиугольник и только она идет вниз вниз хорошо виктория давай посмотрим кто еще в контракте эти зашипел вот этот дух распространитель он он у этого аполлона именно через считывается его сердечная чакра то есть его сердечная чакра заменилась она внизу там где вторая чакра и вот откуда идет это я слышу грубое начало сексуальных отношений и идет сильный поток информационные распространять это этого духа то есть иметь много контактов или многоженство дух кто-то еще есть стороны контракта они же под этими спрут глобальная матрица повиновения от этого спрота это все можно сказать эти копии информационные копии памяти о тех контрактах которые были заключены когда-то и они являются основой для я слышу продвижения то есть на них все держится и дальше идет вниз другое пространство это эфирное пространство она уходит в пространство как в какой-то другое она более тяжелая и темные и в нем как кто-то там вершина этой пирамиды усеченной которые я видел этого моя душа эта часть той души которую я там потерял с этим аполлона игроки реальный какой-то субъект а почему субъект а она имеет информационный код моей души и и получается что я являюсь одновременно и творцом и создателем то есть моя душа считывается как творец живого я вижу как от этой пирамиды идут как цветы энергии гармонии расходятся и одновременно как создатель плотных миров и вот вижу как она меня там держит матрица повиновения то есть как основа этой всей матрицы ну верну думаю что они все все а то что меня касается а что это частичка там делают те которые смысле какую работу на там каким она ждет сейчас я с ней поговорю я вижу что ей закрыли глаза такие черный имплант я говорила что тучку вижу над моим вот это который да как потолок или что такое да да у нее это и на глазах вот вернее верхние веки как будто металлические такие эти шапки считываются как ледяные шапки на горах вот и она говорит что она ждет у нее подключка от третьей чакры в сектор я слышу неизбежность то есть создают создаётся таким образом иллюзия будущего там есть такое зеркало я вижу которая создает будущее искаженные реалии то есть это вот сейчас все стало понятно вся конструкция проявилась то есть вот этот контракт принцип такой же мы же знаем что будущее это вырастает из настоящего а то что мы имеем сейчас это результат прошлых решений и вот таким образом создается и вот это будущее которое это картина будущего которая программирует человека и именно на те события которые заложены в эту матрицу и когда это вот я просто вчера почувствовала неестественной для меня вот этот какой-то дух какой-то абсолютно чужой вот и я поняла что что-то есть но я знала что но я хотела это все рассмотреть до до глубин что есть что-то во мне о чем я не знаю потому что я всегда его чувствовала с детства и всегда я ему противилась что понятно значит что ждет эта частица она ждет сейчас я вижу она вот так берет эту подключку из живота убирает и начинает выстраивать то есть вот это зеркало начинает как бы соединяется она соткана как с двух энергий из черных из белых и она как убирает эту черную подключку и выходит через это зеркало и нить связывает эту эту частицу души и с первоисточником с этим контрактом вот который я вижу как я положила это мое решение пойти на воплощение я слышу чтобы закупить свой дух то есть потерять за губы ты это вот оно что видишь по-украински закуп за губы ты это значит потерять а в русском языке загубить это значит погубить уничтожить но смысл это потерять глубинный смысл которые что ты получила взамен этой частички души которые потеряла а взамен я вижу что я слышу что вот эту иглу одну из она выглядит как-то от этого аполлона вот с правой стороны отходит через его как-то правую ногу потому что это его было решение вот такие как отростки они считываются как иглы а выглядят как палочки вот эту палочку я и нашла которая рисовала всегда а выглядит как палочки их там много а я одна из да я слышу что я потеряла тогда свою девственность то есть это мое первое воплощение то есть я потеряла свою я слышу цели направленность а это как таргет цель слова грех она означает не попасть в цель то есть а я вот эту способность попадать в цель именно тогда и отдала в руки дьяволу антимиру для того чтобы я слышу разгадать загадку а разгадать загадку это что загадка я слышу понять выработать то есть вырастить вырастить опыт важно интересно я вчера записала видео наверное нужно будет его опубликовать мне вдруг пришло желание записать видео я ехала домой и записала его я вижу что таким образом вот как раскрывался этот фрактал хорошо да и которые посмотрим еще этот контракт какие условия нам нужно самое главное что в этом контракте еще нужно рассмотреть весло снова слышу зависть зависть это я слышу этот энергетический а вот это что я видела этот шар который так двигался вверх вниз она вы так слышу как балласт какой-то то есть это это этот дух это зависть она вот там начало брала то есть потому что естественно что в гареме все ревнули до друг друга и завидует и создается огромный эгрегор паразитизма жертвы вот эти программы взращиваются программы жертвы которые там проявляются я вижу все слышу все грехи человечества они как раз и вот это было начато то есть это адам с его это как раз и есть начало мы видели это раньше в сеансах что там были задействованы три женщины то есть две женщины не одна вот так хорошо зависть что-то еще в этом контракте самое главное сейчас я посмотрю я слышу ждать вот это моя частица ждет цель такая я вижу как у этого аполлона идет от правой ноги такие как крючки как будто бы это знаешь рыб ловят такими крючками эти палочки у меня это наоборот тоже вот этот образ фонтана такого который вот я выхожу с этого пространства это уранья которая там вот зажата и выходит и в светлом пространстве распространяет вот распространяю этот опыт то есть я делюсь опыта то есть распространяю информацию распространяю опыт и я вижу как буквально как выбрасываю эти нити которые были такие знаешь как твердые перепутано это все она смякла как паутина стала и упала и вся эта конструкция магии и интерферента все раз уходит в портал на утилизацию и я слышу что отдать то что во мне осталось от антимира то вот эта пустота это все отдать и назад до в мерность потенциала то есть вернуть гармонию со свету я слышу все свет это все есть свет свету а вселенная это все есть или он вселенная это слово обозначающие антимир потому что есть все свет он распространяет энергию движения и стрим и вот такие энергии как фонтан чтобы считывается так благородно распространить любовь то есть и движение самое главное это движение любви распространения а то наоборот все сковать закрыть заморозить то есть лень тлен лен то есть олень которая предшествует тлену вот это все отсутствие гармонии до хорошо которые посмотри все ли мы рассмотрели в контракте я вижу что нужно нужно чтобы я я вижу как я там лети ну как порхала так летела с этим аполлоном на свадьбу и я отказываюсь принимать этого мужа то есть муж этот щит это раздов программы эти да я вижу как я своими руками такими сияющими огромными достаю эту частицу эту душу у ранее с заточения как бы из глаза ее достаю и переношу вот сектор миссии свое высшее я я вижу как это пустота этот вам энергия выходит из меня я слышу что-то запечатывается что запечатывает я вижу как вот эта туча и выходит я разворачиваются вот так эти все события как будто бы в пространстве в таком каком-то те как волны энергии просто уходят я забираю все мои частицы души со всех этих игрок реальных структур со всех этих символов я вижу что буквально вот так собираю как урожай собираю вот я отказываюсь принимать условия антимира и и там появляется кто-то в секторе магии он считывается искуситель такая энергия как будто бы клубочком сми я свернулась так то это искуситель приказываем проявиться так я вижу что это вот этот художник это его душа которая находится она там открыто в том темном пространстве и стучит это змея этот проход сторожей я вывижу что что видишь это его душа этого художника она имеет отношение вот к моей миссии какой то так что это за узел какое отношение имеет этот художник я вижу что я с ним вот так как то что это знак означает пальцы мирись 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 выше мизинцами то это детская дружба да я сейчас его спрашиваю что он делает моем пространстве спроси его не приказываем отвечать этому художнику что он делать в своем пространстве он говорит мерею силой и я вижу у меня появляется символ но я же тоже художник научилась на художника такой большой как кисточка большая такая рассчитывается способность управлять реальностью а у него такая же только черная так и что это он мериться силы что это за воздействие приказываем отвечает я вижу секторе интерферентов появляется какое-то существо черное похоже на человека но как будто он считывается скелет он вот как черная фигура какого-то как рыцаря или как рисуют этого кощея бессмертного изображают но когда я внутрь смотрю я вижу как там рассыпался скелет он почему-то бессмертный он рассыпался и энергия с этого скелета поглотил кто-то ее в нижнем пространстве и там я вижу что есть такой эгрегор а вот я его видела вот это внутри где как цистерна знаешь здесь горлышко внизу под землей такое как я слышу собиратель душ это игры гордку и вот эти над златом чахнет вот этот кащей это вот такие программы предательства которые закладывают поглощаются души не слышу разобщенные души то есть никогда душа была целостной и когда душа решала пойти на воплощение в разделенный мир то я вижу что она таким образом отказывалась от своей родственной мужской ну я как женщина до отказалась от своей родственной части души от божественного духа руководства в какой-то мерности и приняла дух но я слышу конкуренции зависти и то есть конкуренция зависть это все проявления зависти то что она предшествует то чему зависть предшествует то есть зависть это желание иметь то что принадлежит по праву другому вот это миришься силой с этим художником зачем он такой а у него такой же черный но я слышу по украински пенсель ручка карандаш ну да пазлы пазлы это по-украински как кисточка кистика но в английском языке она видишь пенсел это как карандаш она с украинского значит идет алгоритм у взят и у него такой же но я слышу пенсу таки что этот художник какой художник сейчас я приказываю называться кто он он снова называется дух но не подсказывай никогда дух пророчества он считывается и это имеет отношение к этому зеркалу то есть вот эти контракты они отбрасывают в тень на будущее и я вижу как марк мне говорил что он чувств почувствовал последнее время какое-то чужие сторонники влияние и вот это именно как раз проявление я же почувствовала вчера то присутствие какого-то чужого во мне чего-то чужого да я сразу на это обратила внимание и давай в этом разбираться что это поняла что с пора уже выходить на самые глубокие уровни то есть раскрылась уже это грань вот и я хочу узнать кто этот художник на самом тонком уровне и я вижу как изо рта вышел какой-то шар а кто это сделал появляется я слышу архангел сатана и тут ангел который я слышу пошел первым преступник который приступил кон жизни а все эти его имена так называемые это скажем так это характеристики потому что каждое имя имеет вот слышу везде богу вот это дух пророчеств то есть это матрица другими словами во всех и его вот мы уже разобрали на всех наших сеансах все грани и все мерности но почти все все главные мерности и этой матрицы злобной и вот это самое важное вероятно матрица это вот этот дух и снова я слышу это шипение подсказки это именно тот дух который человеку дает изображение подсказывает это дух искуситель который подталкивает человека к каким-то поступкам которые погубят его душу так понятно так с вот этим художником виктория ты какой-то контракт или соглашение заключаешь да я как раз вижу как вот это его черный мизинец он отец лыжи и такие появляются очень черные темные очень тяжелые энергии как смола я хочу сейчас посмотреть в какой момент я заключила этот момент этот контракт в какой момент он был заключен посмотрим это событие я вижу что он предшествовал моему воплощению и там я вижу это пространство это как две гири как одна гиря и вот эта перемычка между гирями и она вы так перекручена и там появляется этот художник пенсу да и я ему беру я ему отдаю когда я иду на воплощение то есть это какой-то договор отдаю свой пенсу свою часть души а он отдает свою и в пространстве будущего появляется как это кисть которая делает маски то есть управление будущем вот это матричное управление будущем вот это зажим этот это именно этот то что я почувствовала когда я читала аспекты что я упираюсь какую-то стену и не могу как бы сказать но я вижу что идет очень сильное давление но вот это моя энергия как ниточка протягивается именно в сектор контрактов из которого уходит уже там где моя душа хранилась зеркальце у нее уже это становится меньше и сейчас я проникаю в то время и в то пространство когда я я вижу все появляются я слышу вот это вся появился этот спрут этот змей на самом тонком уровне этот первый приступы пивший порог жизни и ушедшие смерть тот кто начал шествие смерти вот он бессмертный почему бессмертный потому что его смерть на конце иглы а игла вот этот на конце иглы находится вот этот треугольничек вершина пирамидки и люди когда творцы которые теряли свои там учение мне плакать хочется поднимайся выше виктория я наполняюсь светом энергии жизни гармонии и решимости все увидеть в этом контракте я вижу как этот портал который пережат он вот так разворачивается я попала в это пространство давай посмотрим этот контракт у которой какие условия я вижу что когда я зашла я начала оглядывается по сторонам и спрашиваю где моя ладья это ладья чтоб ты понимал это вот это на прошлых сеансах которые мы делали с людьми появлялась такая штука как будто бы человек она гола голова уходит ну как как будто бы месяц такой знаешь без гола просто плавно переходит и руки такие утончены я вижу что появляется вот эта штуковина и она называется ладья это заключение контракта смертью то есть я знаю что я иду на смерть поэтому такие тяжелые энергии я спрашиваю где моя ладья и я выбираю я вижу союз с аполлона я считываю что я соглашаюсь идет вот так быть его любовницей так понятно так связано с этим художником это тоже контракт это в одном контракте на сейчас я посмотрю кто этот вообще художник этот художник это и есть вот этот первичный первый ангел который приступил да то есть его дух и потому что он этот сатана и дьявол он проявляется в людях которые поддаются этому искусителю этому искушению и я вижу мое желание порубить на к на куски эту картину какие контракты посмотрим на что ты согласилась в этом контракте я снова слышу погубить свою душу но что обозначает и загубить и ну и потеряться ну в смысле потеряться но и навсегда но и навсегда вот так что то еще и поменять местами вот эти пензл и и я вот вижу мне идет античная история и вот это слово вензеля это как кисточки этих кисточки они так и называются кисточки которые запечатлены в этих узорах которые рассказывают дают подсказки что изменена была реальность таким образом что вместо того чтобы человек своим желанием и своей волей выбирал будущее событие он починил себя эгрегром программа жертвенным программам и разрешила этим программам быть как мужем вот она так идет то есть руководителем жизни я показываю вот так на часы я говорю что время запечатлилась или как это время пришло я беру и вот так это все пространство так как штору от отбрасываю и я вижу эту картину и там такая тоже нарисованная такая легкая тюль и я эту она как вуаль я ее отодвигаю из-за этой вуалью появляется такая морда огромного это не изменение паразита с присосками с таким что мы с такими зубами круглый рот это тот портал и я беру вот так яблоко и это яблоко ему в рот исключительно да и когда он проглотил это яблоко то я вижу как моя душа с этого треугольника она была в этот треугольник в эту пирамиду запечатлена моды выбросил сегодня этот метку метку и вот оно все срослось наше маркуша признал что он чувствует то есть он признался ему нужна помощь то есть вот как мы все связаны вот и я отодвигаю я приказываю этому искусителю этому духу и самому источнику убраться в измерении потенциально возможных событий и условие это отменяю условие я слышу погребение я отказываюсь участвовать во лжи участвовать в мире смерти обмана я вижу как я вытаскиваю огромную такую энергию сейчас посмотрю что это такое что это за энергия вот такая как такой толстый какой-то объект как ну как не труба а как сухожилия она считывается но я слышу это сила разума а это вот этот пензл я его тащу а а на конце этого пензла он вот так ручка уходит в сектор первоисточника а на конце как за такой этот кисточка и она такая как ледяная я ее очищаю я вижу как этот длинный пензл превращается в шар а с него отваливаются эти ты здесь энергией гипноза и вот этого стекла то есть это заморозки этого антимира я оживляю каждую живую частицу моей души моего разума возвращаю все весь мой потенциал и потенциал моей живой вселенной моего все света живу для все чужеродные и я вижу как я вот это этот черный палец уходит я расторгаю вот отсекаю расторгаю контракта с антимиром с его духами с духом безбрежья с духом на зависти на всех уровнях и во всех мерность их моей многомерной сущности и я вижу как я несу как я лечу как будто такие прыжки делаю и как лечу и и несу вот это я слышу многомерную благость благодать я ее принесла и положила на эту таблицу какую-то которую я тогда приносила сверху я положила и сейчас смотрю что происходит я вижу что это этот шар которая положила он вытесняет эту плоскую штуку серую эта серая штука уходит так я расторгаю контракт с найти духом приказываю убираться всем его проявлением в наших нашей многомерной действительности я вижу как она уходит то есть я забираю свою часть ответственности потому что эта картина она попала в реальность марка не неспроста и и я вижу что да это нужно будет поработать и освободить этого его друга и сестру это уже его работа вот потому что они как бы тоже в одной связка карамическая завязка я им передаю информацию по всем пространством расторгая все контракты возвращаю себе и моей же моему живому все свету способность реализовать все свои желания и формулировать свою реализовать все свои желания и формулировать свое формировать настоящие и будущие реалии по своей живой священной воле и запрещаю торгаться пространство моего 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 живого всесвету эти конструкции эту матрицу приказываю этому первичному ангелу источнику зла собирать все его воздействия с моего личного пространства с пространства моего рода вот я вижу как уходит это подключка очищаю весь мой рот передаю информацию все марку его роду потому что это есть мой рот всему нашему роду в тебе я всем всем передаю информацию я слышу благости благость это отсутствие зла полное стопроцентное отсутствие вообще в реальности зла это не благость закрывать глаза вот я вижу как это работает это антимировские программы благость преподносят как закрывали глаза на присутствие зла и направлять свою энергию противостояния не на источник зла а на человека и таким образом образно говоря приносить его в жертву я приказываю этому духу убираться со всех многомерных реальностей нашего священного мира нашего всесвета приказываемым убираться и я вижу как я буквально помнишь я говорила что такое как закрываются портал а я его вот так раскручиваю и и этот портал где собиратель душ он вот так разворачивается то есть это горлышко из разворачивается и души улетают я передаю каждой живой душе чтобы она оставляла в антимире в сети клик крючки ключи зацепки все чем и антимир держится и чтобы они наполнялись собственными энергиями собственной воли жаждой жизни гармонии так слышу жажда жизни гармонии процветания и чтобы они покидали те темное пространство и наполнял наполнялись своим собственным святым духом и забирали все частицы их душ и переходили в самые светлые чистое пространство пространство священного духа этот портал я полностью освобождаю во всех временах в мерностях захожу в тот момент когда в шиоле не останется ни одной души живой все живые частицы призываю и эту ладью я вижу как я ее так закрутила я отказываюсь принимать смерть в мою реальность в реальность моего все света и я вижу как вот это в моем пространстве тоже был этот это цистерна вот это пустое место как она захлопнулась вот и я выбросила этот черт но серый такой серую реальность а марк между прочим говорил о серой реальности несколько дней назад вот и я это выбрасываю и она как как камень какой-то разваливается на части и с него много много душ сияющих выходит и я через призываю только чтобы сияющие души поднимали сияющее пространство все черное все что не принадлежит нашей вселенной жизни пусть уходит на полную аннигиляции до полного исчезновения и возвращаю все в исходный момент как это было до начала зла до начала начало времен вот оно что времена начались разделение на прошлое теперешнее и будущее в эфирном пространстве этого нет человека свободен он свободно может вернуться и считывать он должен по конам всесвяту считывать всю информацию на всех уровнях своего сознания во все все времена тоже должны быть в одном времени всегда здесь и сейчас я убираю все искажения времени в нашем живом пространстве священном приказываю антимиру источнику и этим всем духом убираться с нашего живого пространства и отправляя все на полные аннигиляции до божественного образца я вижу как она происходит она как вот я слышу фортуна что этот и вот я возвращаю фортуну нашему живому священному пространству нашей живой реальности нашему всесвяту так как удача да то есть это удача это способность реализовать свои мечты и свои желания намерения планета я забираю и вот этот пензл черный появляется я забираю всю энергию нашей священной действительности во всех мерностях во всей многомерной сложности нашего пространства все частицы творческой инициативы с матрицы антимира приказываю удаляться этим конструкциям все дубликаты реальности священной реальности освобождаю от угнетения призываю все частицы души со всех нашего священного все со святых этих запрещаю время и управление временем антимира и я вижу картина уходит в портал на утилизацию я запрещаю вмешиваться в нашу действительность в нашу реальность я вижу у меня появляется мой этот огромный пензл я им рисую делаю эти мазки и эти черные мазки из моего будущего из будущего моего рода все уходит и я передаю информацию чтобы каждая живая душа возвращала свой потенциал свою фортуну свою радость жизни гармонии процветание свою способность реализовать все свои светлые мечты очищаем наполняемся виктория жизнью гармонии светом поднимаемся вверх да я вижу появляется символ дерева который выходит сияющее дерево вытаскивает свои корни из сектора интерферентов а там вот этот образ который появляется этот типа а то ну а там этот человек это не кто-то конкретный вот и вот этот вокруг дерева как серпу и я приказываю этим программам убираться с дерево познания добра и зла зло человечество познала духовные миры зло познала обрело этот опыт и мы запрещаем отныне и от сегодня вот произрастать и злу в нашем священном пространстве и отправляем его этот дух дух времени дух завести дух соперничество в мерность потенциала который будет до закрылась и это даст и забираю из нашей многомерной сущности разума сектор магии то есть запрещаем насильственное насилие над живой душой обличаем это запрещаем я вижу лишь является вот где это дерево то она была как под по 3 чакре а сейчас она начала опускаться там вниз вниз в эти горни оторвалась от корней дерево освободилась это начала утяжеляться и она упала на какую-то черту на каком-то измере в каком-то измерении она остановилась чтобы подождать оно должно подождать а чего подождать а я слышу осознанность и я вижу что каждая живая душа должна обрести осознанность целостность чтобы осознать что происходит своим совершенным разумом что сейчас то что мы делаем это половина я слышу половина пройденного пути это так выглядит как будто такая натянутая как канат натянутый и вот сейчас это время она как посредине и это получилось как углубление этой прямой прогнулся под тяжестью и я восстанавливаю целостность нашей многомерной вселенной все что зависит от меня все я возвращаю к естественным настройкам благополучной многомерной божественной сущности нашей нашего всесвяту я вижу да я с нижнего этого этого портала как вышла моя душа она вошла вот в эту это углубление и своей она как перышко легкая и она поднимает вверх особо то есть весь мир поднимает это как наша вся планета я вижу вот наша вся общие человече общий человеческий разум он поднимается вверх и я помогаю этому пространству выровняться и подняться но не только я мы все но я за себя говорю потому что я мы со мной работаю мы все в связке и это все каждый делает то же самое а чтобы помочь вселенной ну все свету пожить я так и слышу выжить я жить я возвращаю свою живую душу со всех многомерных плоскостей антимира уничтожаю воздействие на меня на мой род на божественный рот священный рот чистых священных душ и приказываю убрать от каждой живой души которая является многомерной частицей меня и як являюсь частицей в каждом из в каждой из души и я эту информацию передаю и наполняюсь я просто хочу сделать такой как энергетический скачок вверх чтобы выровнять эту это искажение призываю все души чтобы мы все вместе да распространяем информацию чтобы все живые души приготовились и насчет 3 мы сделаем рывок вверх первоисточник выровняем пространство жизни и гармонии насчет 3 это произойдет 1 2 3 да это произошло я услышала дыхание духа любви она вот так пошло это это вот сейчас сеанс как бы дошел до своего апогея то есть завершён потому что он с этого начался утром именно я услышала этот анти дух скажем так а сейчас я вижу что все уже сработало я поднимаюсь я вижу да я вижу как летящего ангела и даже в физическом теле я чувствую необыкновенную легкость будто бы я легкая легкая я смотрю вот на свое пространство и я вижу как это все ушло я приказываю всем я выталкиваю все чужеродное во мне нет ничего что принадлежит антимиру я вижу как проходит работа над этим древом жизни и там этот пушкин находится по отношению к древу жизни в секторе магии я ему почему-то пушкин проявился у него такая цепь на этом древе я ему приказываю убрать его магическое воздействие от древа жизни вот его кучерявая голова угонит в портал хорошо очищаем наполняем энергии любви жизни гармонии а вот он это он как один из представителей этого черного пензла свершителя этих реальностей в будущее вот почему в школах программируют детей этими великими писателями художниками каждый кто великий чтобы вы понимали никто великий на самом деле не есть великий потому что истинный талант он скромный он тихо себе делает свое дело тот кто умеет манипулировать другими он просто берет те знания тот опыт сделанный кем-то и преподносит как свое я вот это запрещаю наши священные силами запрещаем переброс кармы запрещаем ложь или распространяем и позволяем распространению только истинных знаний истины света любви и гармонии запрещаем любые воздействия на священный сессит запрещаем войны смерть разрушения приказываем всем интерферентом и всем людям предателям которые сознательно губят души живые забирать воздействия от всей от каждой живой души на нашей планете забирать со всех мерностях со всех мест где томятся души разрушаем от имени каждой живой души потому что я являюсь частью многомерного сознания всего человечества я от имени каждой живой души запрещаю вторжение в наше священное пространство нарушать коны живой живого света я от имени каждой живой души расторгая контракты которые были заключены по принуждению с использованием лжи антимира я призываю карму за насилие и за искушение приказываю духу искусителя искушение забирать все действия воздействия от нашего священного пространства от моей личной души от души моего рода и от души каждого живого человека рожденного воплощенного или разовоплощенного и призываю все частицы живых душ собраться как своему началу их началу распространяю информацию чтобы все каждая живая душа собирала себя со всех потерянных мест собиралась едино благополучном пространстве и выбирала реальность любовь гармонию и жизнь там где находится высшие аспекты живых душ распространяем эту информацию да все хватит а то я уже зашла до которые подымаемся вверх отсоединяйся всех и всего проверяйте личное пространство так сейчас да хорошо закрываем портала все наполняемся энергии жизни гармонии любви счастья процветания виктория посчитает 1 до 3 ты выйдешь физическую реальность действия бы разговоры и больше чувствовать великолепно